всем здравствуйте меня зовут анна сон и сегодня я рада приветствовать вас и показать вам классные новинки декоративной косметики от бренда fayette также мы сделаем два макияжа два образа с помощью новинок из новинок у нас кремовые продукты на этот раз очень классные кремовые продукты это румяна в оттенке розовый и оттенок персик и также хайлайтер тоже в форме стика кремовый и последний наш продукт из новинок это блеск для губ на арине мы уже использовали некоторые продукты из нашей линейки мы сделали окрашивание бровей карандашом в оттенке беж также мы нанесли карандаш для глаз и тушь которая удлиняет реснички тональный крем мы использовали биби крем из нашей линейки биби крем файет он подстраивается под текстуру кожи под цвет кожи очень универсальный легкий продукт вот и сегодня мне хотелось бы рассказать вам классные лайфхаки как с помощью румян можно сделать целый макияж для арины я возьму румяна в оттенке персик хотела бы обратить внимание на упаковку очень удобно носить с собой в косметичке форме стика вот цвет универсальный вот так он выглядит на руке и очень легко тушуется также еще классная особенность этих румян очень красивое такое дорогое сияние создается вот и можно увеличивать плотность текстуры делать румяна ярче с помощью двуслойности так скажем мы сделаем один слой можем потом продублировать и сделать ярче если нам нужно акцентировать внимание вот я начну сейчас с румян а наношу ариночка улыбнись пожалуйста наношу в зону вот яблочек так скажем и могу просто пальчиком растушевать то есть даже мне не требуется кисть для этого потому что румяна очень хорошо тушуются вот активными такими движениями я начинаю тушевать румяна ну также хочу сказать что конечно румяна это залог свежего такого образа я очень люблю румяна не добавляют такой женственности свежести и вот для лета шикарный оттенок на самом деле посмотрите как в тушевал с хорошо оттенок пигмент хорошо очень втушевался минимум усилий для даже обыватели кто еще не сильно профессионально владеет косметикой очень легкое нанесение вот так же куда мы можем еще нанести румяна то есть обязательно конечно зона у нас щечек да потом мы можем сделать легкий такой игривый блик на спинку носика для чего мы это делаем чтобы у нас не только носик один выделялся да а то есть смешивались так скажем оттенки смешивались и это смотрится тогда более полным образом более гармонично буквально на спинку носа мы чуть-чуть добавляем цвет нам нужно только легкий легкий акцент придать так и еще классный лайфхак такой мы можем нанести румяна на подвижное веко я тоже набираю небольшое количество продукта на подушечку пальца глазки у нас вниз предварительно мы глазки затонировали нашим консилером и наносим румяна просто подушечкой пальцев растушевываем можно открывать глазки еще закрыть вниз можно увеличивать интенсивность добавлять еще слой все отлично теперь делаем то же самое на другой стороне наношу пигмент и растушевываю стягиваю края растушевывает только края действительно такое сияние очень деликатное очень такое красивое дорогое получается еще классно для любителей макияжей когда вы не любите закреплять сухой продукции то есть вы хотите более такой естественный чуть такой влажный сияющий макияж кремовые продукты очень отличный вариант для такого мейка и теперь можно сделать с помощью этих же румян эффект такой зацелованных губ немножечко придать яркости губам то же самое делаю наношу на пальчик и растушевываю такой макияж губ он не терпит четких линий поэтому не обязательно прорисовывать контур карандашом у нас больше такой свежий свежий летний невинный образ поэтому никаких четких ярких там линий мы сейчас не используем вообще и второй глазик тоже самое сначала предварительно затонировали напоминаю консилером начинаем тушевать пальчиком очень приятная текстура в составе содержится воск и масло и поэтому на теле на коже чувствуется очень приятно продукт и удерживает влагу в коже то есть не чувствуется тяжести какой-то сухости очень комфортно носится продукт так отлично с румянами в оттенке персик мы закончили сейчас будем переходить к следующему продуктом из нашей линейки это кремовый хайлайтер он также в такой же упаковке стика очень удобно с собой брать его и текстура тоже нежная такая же тоже там содержится вас масла и воск вот поэтому что мы делаем с хайлайтером нам нужно моделировать лицо с помощью хайлайтера поэтому на выпуклой части лица мы наносим хайлайтер для более такого подсвечивания чтобы лицо было объемным не плоским вот что мы делаем и наносим небольшое количество на пальчик и над над скулой получается я наношу хайлайтер пальчиком очень так тоже аккуратненько растушевываю чуть-чуть он втушевывается в румяна хайлайтер тоже придает очень такую вишенку так скажем на торте образу а вот и он дополняет очень сильно и такое создает свежесть образу такой ну женственность в общем классное сочетание хайлайтер с румянами в целом ну больше можно ничего уже не добавлять уже красивая кожа уже красивое сияние вот для любителей деликатного макияжа это классный очень продукты куда еще можно наносить хайлайтер хайлайтер также наносится на спинку носа но у нас сейчас здесь румяна поэтому мы добавлять не будем можно наносить под бровку на внутренний уголочек глаза вот в эту точку я нанесу сейчас немножко если наносить на внутренний уголок глаза то получается такой более выспавшийся свежий вид тоже классная изюминка такая открывай сильно много наносить не нужно это буквально деликатная такая черта также мы нанесем на галочку над губой также еще называется арка бидона для увеличения объема губ такой секретик вот и теперь то же самое делаем на другой стороне растушевываем хорошенько наш хайлайтер он очень хорошо входит в кожу оттенок очень универсальный кстати вот но хотелось бы сказать что вообще у всей у всех новинок у этой новой линейки классные универсальные оттенки которые подходят под любую внешность могу обратить такое внимание что вот арина она со светлой кожи и на ней очень красиво смотрится персиковый оттенок я с более темной кожи мне тоже персиковый оттенок сейчас румяна с нашей линейки вот поэтому универсальные продукты для разных типажей для разной внешности так отлично все мы втушевали и теперь также мы делаем как и другим глазиком вверх глазки ставим точку во внутренний угол глаза все отлично так ну что у нас сиянием все прекрасно теперь свежий такой вид и что можно добавить у нас на губы мы наносили румяна можно еще добавить если хочется более такого яркого эффекта можно добавить блеск для губ блеск для губ имеет классную консистенцию такую не липкую он не липнет на губах что очень важно его приятно носить приятная текстура и также там шиммер есть он очень классно переливается и делает губы более объемными вот поэтому если хочется немножечко добавить игривости образу то можно добавить еще блеск вот так как по ощущениям комфортно я думаю да блеск красивый очень оттенок и классно сочетается с румянами в цвете персик такое получается как комбо дуэт вот также хочу обратить внимание что новинки вся косметика которую я сейчас вам показываю из италии окно что наш первый образ готов образ такой свежести женственности сияющий летний красивый в общем все итак мы приступаем ко второму нашему образу расскажу предварительно какие продукты мы уже нанесли это конечно же наш любимый биби крем вот он также классно встроился в оттенок кожи посмотрите нет никаких границ никаких контуров линий очень классно подстраивается под любой оттенок кожи также мы использовали карандаш в оттенке браун карандаш для бровей и гель для бровей прозрачный вот он так у нас выглядит с удобной щеточкой вот и мы нанесли уже консилер консилер под глазки и затонировали века подвижная для кати я хотела бы использовать румяна в оттенке розовый безумно красивый оттенок изначально может показаться что он яркий но когда вы будете его растушевывать вы поймете что он втушевывается очень хорошо в кожу я также наношу сначала небольшое количество румян на пальчик и начинаю прорабатывать зону щечек интенсивность можно регулировать можно наслаивать продукт оттенок также универсальный подходит для брюнеток для блондинок в общем он очень универсальный еще хотела бы сказать о таком преимуществе как ну так скажем низкий расход продукт очень медленно расходуется его хватит на долгое время и в течение дня можно просто легко его нанести и добавить свежести добавить яркости если потребуется допустим вечером вас пригласили вам какое-то мероприятие вы можете также немножечко взять и добавить продукта сделать поярче макияж отлично на спинку носика я не буду наносить румяна сейчас потому что мы нанесем туда хайлайтер все также поехали растушевывать вторую сторону как видите это вообще без особого труда получается потому что продукт приятный по текстуре обязательно его нужно попробовать потрогать вы поймете как это вообще легко также кремовые текстуры можно дублировать сухими текстурами но это не обязательно потому что продукт очень стойкие сейчас снова переходим к хайлайтером хайлайтер будем наносить таким же способом через пальчик кстати можно также и стиком просто проводить линию которая нужна которая необходима но мне удобнее через палец работать продукты очень приятные и способствуют удержанию влаги то есть кожа не сохнет не становится не подчеркивает морщинки и сейчас я нанесу хайлайтер в прошлый раз мы наносили румяна на спинку носа а сейчас мы нанесем хайлайтер на спинку носа буквально немножко очень деликатное сияние чтобы было над губой арка купидона вы помните и в этом образе будет тоже небольшой такой лайфхак я вам покажу что хайлайтер можно использовать вместо кремовых теней сейчас нужно будет посмотреть вниз я беру небольшое количество хайлайтера на пальчик и растушевываю по подвижному веку точно так же как мы делали с румянами текстуры у румян и у хайлайтера очень схожи воск плюс масло очень деликатное такое сияние получается сразу придает ну больше такой игривости образу свежести сейчас то же самое делаем со вторым глазиком напоминаю что перед тем как наносить хайлайтер я затонировала консилером века подвижная это нужно для большей стойкости чтобы не было видно никаких капилляров сосудиков чтобы макияж смотрелся ровным красивым так отлично что хотелось бы дополнить этому образу наверно мне хотелось бы сделать немножечко поярче губы в нашем образе втором потому что мы тут сделали межресничное пространство черным карандашом поярче делали акцент на глаза и уже можно нам взять матовую помаду стойкую это одна из моих любимых помад от бренда fayette матовая помада great nude оттенок преимущество как всегда в упаковке потому что это очень удобно с собой носить ее в таком формате не нужно ничего подтачивать автоматически работает помада как помада карандаш наверно вот так и что хочу сказать самое главное для матовой помады эта помада не сушит губы абсолютно вообще потому что я ее тестировала с ней постоянно сама хожу очень долго она очень комфортно по текстуре вот что мы делаем сейчас я возьму кисть для нанесения помады сначала я наношу на губки и потом кистью буду уже прорабатывать контур еще классный плюс этой помада в том что не нужно не обязательно наносить карандаш потому что она очень стойкая и но помада не поплывет оттенок очень красивый такой универсальный и классно сочетается с новыми румяными цвет розовый наносим на нижнюю губу хорошо прокрашиваем уголочки переходим ко второй стороне мне кажется отлично гармонируют оттенки ну все отлично вот такие образы у нас получились с помощью наших новинок от файет напоминаю что для образов я использовала кремовый румяна кремовый хайлайтер и блеск для губ также хочу сказать вам чтобы вы не боялись экспериментировали пробовали разные оттенки обязательно все получится наслаждайтесь косметикой от файет и и и и и и